Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю видео, где я покажу вам макияж русалочки. Как бы она выглядела, если была бы реальной девушкой, если бы она была мной. Ну, как-то так. Это уже не первое мое видео из серии, где я повторяю макияж принцесс Диснея. До этого у меня уже вышло видео с принцессой Эльзой, Frozen. Так что обязательно после просмотра этого видео, если вы еще не смотрели Frozen, то оцените и тот ролик, и обязательно напишите в комментарии, как вам кажется, какой образ у меня получился более удачный, Frozen или, соответственно, Ариэль. И прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай в себя уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. В самом начале я беру немного базы под макияж и распределяю по всему лицу. Средства не должно быть слишком много, одного нажатия более чем достаточно, чтобы подготовить лицо. Теперь база под тени. Я набираю немного средства на палец и переношу с пальца на веки, похлопывающими движениями. Когда наносите на глаза базу, нужно подходить к этому очень деликатно и нежно. И ни в коем случае не надо терять веки. После нанесения необходимо подождать буквально пару минут. Например, можно использовать вилку по назначению и расчесать ей волосы. Ну, вы же русалочка, боже мой, Нептун. В общем, хочу еще линзы надеть, все-таки у Ариэль голубые глаза. Я беру тональное средство, которое по текстуре похоже на суфле, и буду растушевывать его пальцами. Такая текстура, именно таким способом, ложится лучше всего и, кстати, более естественно. Вообще, я очень люблю мусс, так как, на мой взгляд, это самый быстрый и простой способ нанести тон. Кстати, напишите-ка, а что вы думаете на тему того, как я смотрю с красным парикет? Теперь нужно делать брови. И брови мне нужны красные. Поэтому я буду использовать для того, чтобы получить нужный мне цвет, обычный, да-да-да, внимание, карандаш для губ. Я никогда не решусь на красное окрашивание, 100%. Но вот именно этот цвет я безумно сильно люблю. И всегда радуюсь, когда кто-то из моих знакомых решается на именно темно-красные волосы. Обожаю. После того, как я обозначу форму, я стираю консилером все лишнее. И чтобы хорошо растушевать консилер, я беру синтетическую кисточку. Я вообще хочу, чтобы брови выглядели не супер мультяшно, поэтому я уголки затемляю обычным коричневым карандашом для глаз. Таким образом, получается градиент. И смотреться будет натуральнее. Опа! Кто помнит, какого бренда этот контурирующий стик? Хммм... Как я и говорила в обзоре на именно эту косметику, это лучший контурирующий стик из всех, что я использовала. Поэтому в этом видео я снова к нему возвращаюсь. У Ариэль очень мягкие черты лица, но при этом она не похожа на бесформенный шарик. Изумительное описание персонажа. Впрочем, ничего нового. В общем, постараюсь сделать контринг, чтобы наглядно показать, что я имею в виду под мягкие черты лица, которые не похожи на бесформенный шарик. Угу. Цитаты великих, в скобочках нет, людей. И все такое. Для макияжа глаз я выбрала палетку Дисней с Урсулой. Да-да-да, парадокс. Но на самом деле мне трудно представить себе более подходящие цвета теней, чем в этой палетке для образа русалочки. Так что будем считать, что Ариэль негодница. Сперла таки палетку у бабоньки Урсулы. Кстати, базовым цветом я выбрала мятный и использовала не тени, а помаду. И получилось очень даже неплохо. Кстати, есть небольшая хитрость, чтобы использовать помаду именно как тени, как кремовые тени, нужно учитывать два момента. Первый момент, чтобы помада была стойкая, это прям обязательный момент. Она может быть блестящей, но она должна быть обязательно стойкой. И второй момент, обязательно наносить основу под макияж глаз. А теперь я возвращаюсь к палетке. Я беру темные тени и затемняю складку верхнего века. А также нижнего. Мне кажется, что этот макияж получился лучше, чем прошлый образ Эльзы. А вы как считаете? Кстати, да, если вы не смотрели еще Эльзу, то зацените ее после этого образа. Стрелку тоже рисую тенями из палетки. И мне кажется, что выглядит достаточно круто, если честно. Я рисую самую обычную стрелочку тенями. Здесь, конечно, можно было взять подводку и нарисовать нормальные стрелки. Но я не хочу делать их слишком графичными. Я хочу, чтобы они были такие более водянистые, что ли. Хотя это, наверное, очень странно звучит. Да какие они водянистые? Они не водянистые. Они просто получаются более легкие. И мне кажется, именно такие стрелки сюда очень хорошо подойдут. Как вы считаете? Так, что ж, очередь за ресницами. Надо бы их накрасить. Нет, ну вилка тут не подойдет. Так. Я завиваю мои реснички. И при помощи лайфхака, который я не так давно проверяла, я их себе крашу. Да-да, прямо на керлер. Это из видео, где я повторяю лэхаки. Мне безумно понравился этот странный лайфхак. Реально, он работает, да вообще здоровский. И нижние реснички тоже надо накрасить. И вообще классно. А теперь я возьму пушистую кисть и совсем малуюсь припудрю лицо. Так, была Урсула, теперь Круэлла. И опять-таки я беру палетку Дисней уже с Круэллой. И смешиваю тут два оттенка хайлайтера. Теплый и холодный. Чтоб получилась комнатная температура. Что? Ну вы поняли, в общем. Я прохожу с хайлайтера по лицу. И также выделяю внутренний уголок глаза. Румяшечки. Я беру их розовые. И наношу четко на яблочки щек. Мне безумно нравятся эти румяна. У них и упаковка классная. И цвет крутой. И вообще мне просто нравится, как они смотрятся. У Ариэля красные губы. И тут все довольно-таки просто. Я постаралась выбрать цвет помады, близкий к цвету волос. Чтобы хорошо сочеталось. И мне кажется, что вышло-то, ну, весьма неплохо. Помаду я растушевываю пальцами, чтобы сделать такое слегка полупрозрачное покрытие. Но при этом, чтобы цвет был довольно-таки очевиден. Согласитесь, красным он все-таки выглядит. Хотя и достаточно нежно лежит на губах. Собственно, как-то так. Хм. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно. И не забудьте написать, какую другую принцессу Диснея вы бы хотели увидеть дальше на моем канале. А также я хочу вам напомнить, что я уже снимала видео с Эльзой. Поэтому смотрите, как я перевоплощалась в нее. А потом напишите, как вам... А потом обязательно напишите, как вам кажется, я лучше перевоплотилась в Эльзу или в Риэль. Типа тут должна пудра была сыпаться, но я не нашла такой эффект. Поэтому делаю вид, что тут пудра сыпется, а я такая в ней купаюсь.